Кто и так был в своем личном кризисе, ему сейчас добавилось. Почему я вас позвал? Потому что мой психолог уже не вывозит. Ну, мы думаем, что мы адекватны, и с нами иногда соглашаются. Да, но не все. Но это никак не связано с матерью или связано? Все связано с матерью. Это неизбежно, и так или иначе все равно к этому будет все сводиться. И в целом это печально. Самое интересное. Приходил аналитический психолог, сказал, что наша задача стать дубом. А вы не думали, что он говнюк просто, и он плохо себя ведет по отношению к вам? А вы точно психологи? Сегодня вторник, а значит, вы слушаете нас. Это подкаст «Накопились токсины», и с вами душный зожник-амбассадор психотерапии Игорь Кун. Сегодня мы будем говорить исключительно на психологическом. Ведь со мной в студии аналитические психологи, ведущие авторы подкаста на психологическом, Марина Подмарева и Ольга Макарова. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Почему я вас позвал? Потому что мой психолог уже не вывозит. В общем, я решил воспользоваться возможностью и подумал, одного мне мало, будет три. Вот теперь у меня. Но на самом деле нет. Я очень рад вас приветствовать. И сразу начну с того, что говорят, что любую цитату Юнга можно взять и сделать из этого татуировку на лбу. Почему так вот? Марина, у вас есть идентичка? А кто так говорит? Вот мне тоже первое. А кто эти люди, кто так говорит? В интернете, я думаю, в принципе, если вбивать в поиски Юнг, там очень много и сообществ, и статей на эту тему того, что он нам оставил. Там топ-50 цитат. Я, правда, посмотрел эти цитаты. Там не все есть, правда. Но как бы популярность у него имеется и широкая. Ну да, он действительно был в этом хорош и сказал много ёмких вещей. Но там есть проблема, что они часто вырваны из контекста, мне кажется. Особенно это сейчас произошло с интервью Юнга, которое он давал по поводу Второй мировой войны. И оно сейчас применяется, скажем так, всеми сторонами, во всех ракурсах. Ну то есть это можно прицепить к любой идеологии. Вот, и это плохо, конечно. И не все цитаты действительно принадлежат Юнгу. Ну а так, ну что? Ну он был гений, человек, который очень опередил время. Я знаю, Марину часто цитируют у вас в подкасте Юнга. Рубрика лучшей цитаты. Да, рубрика лучшей цитаты. Но, на мой взгляд, еще... Да, во-первых, я согласна с Ольгой. Юнг был гений и остается гением, который нам много-много-много лет вперед дал нам пищу для размышлений. И это еще такая очень... Оль, ну вот он же очень в коллективную историю попадает, да? Он отражает очень точно и индивидуальные процессы, и коллективные процессы, да? Если мы там вспомним... И плюс он еще это очень красиво говорит. Да. Ну вот скажите, да, про депрессию. Депрессия, когда мы в черном. Если она пришла в дом, не гони ее, пригласи к столу и спроси, чего она хочет. Ну, ребят, ну, слушайте, мне кажется, настолько емко, точно, и ты, когда слышишь это... Да, я бы, кстати, тоже все вбила. Красота, да-да, он был мастер слова. Ну вот, Марина, ты не зря же сказала про коллективное. Юнг у нас, собственно, коллективное, бессознательное, и открыл, нельзя сказать, сформулировал концепцию коллективного бессознательного. И Фрейд у нас был про личное, бессознательное, а Юнг расширил эту историю, и это была область его интереса, и он этим занимался. И, конечно, я думаю, что это сыграло роль, почему его цитаты вот так вот всем подходят, да, универсальные. Видим в этом отражение. То есть каждый из нас может в этом найти что-то очень свое и на индивидуальном уровне, и вот как, да, на переживание на коллективном уровне. Поэтому я думаю, что да, многие очень... А еще у нас кто есть? Еще у нас Франкл есть, у кого тоже часто цитируют. Да, у Франкла тоже много цитат, и я думаю, что это вообще особенность... Великих людей. Великих людей и психологии, которая про поиск смысла. Вот, кстати, я сейчас вспомнила еще одну цитату Юнга, давайте будем обмениваться, батл, батл цитат Юнга. На самом деле я мало знаю, я вообще плохо запоминаю такие вещи наизусть. Но он говорил о том, что нет задачи избавить пациента от страданий, есть задача помочь ему найти в них смысл. И это вот как раз-таки, да, и про Франкл же, он экзистенциалист, и это тоже про поиск смысла. И там, где вот так вот глубоко и на коллективном уровне, там появляются цитаты великих людей, очевидно. Итак, мы сегодня немножечко трикстеры будем, потому что мы не раскроем сразу всех карт и того, зачем мы будем обсуждать то, что мы будем обсуждать. Но давайте же перейдем к основной теме, к тому, что Юнг нам оставил, и познакомимся наконец-то со всеми аспектами, со всеми субличностями, которые есть в каждом из нас, и зачем они вообще там в нас поселились, что за коммунальная квартира. Я когда, честно говоря, это узнал, а для меня Юнг, он почему-то у меня как французский, потому что я очень люблю французский язык, он очень красивый, там даже слово «умирать», «мурир», оно красиво звучит. И вот Юнг для меня, он тоже всегда очень красиво звучит, и ты сначала слышишь эту красоту цитаты, а потом до тебя долетает этот смысл, и где-то через неделю он еще раз долетает. Догоняет. И уже раскрывается вообще по-другому. У меня, честно говоря, так же с вашим подкастом, потому что я его сначала слушаю первый раз, потом еще разок, а потом третий раз, и уже грущу. На выпуске про нарциссизм я заплакал, в конце, честно скажу. А вчера я послушал первый раз про сепарацию, и тоже такой... Но вы начали свои выпуски, по-моему, с эго. Нет, с аниме и анимусу. А, с аниме и анимусу. Почему-то, да, в этом нет на самом деле какой-то вот прям логики, но мы решили начать с аниме и анимуса. Мы к подкастам, честно говоря, не очень готовимся. Вот с первого самого выпуска мы приходим, но мы тему определяем, вот, а дальше как пойдет. Начали с аниме и анимуса, но мы можем сейчас действительно начать с эго, потому что эго – это сознание, если говорить проще, да, это наше сознание. Эго – это как раз-таки вот та наша часть, которая считает, что в нас никого нет, кроме нас. Ну, то есть, вот я вот такой, и все, да, все. Я сам собой управляю, я все понимаю, я разбираюсь. Но это когда оно такое крепкое и достаточно ригидное. Вот. А потом, когда оказывается, что в нас есть еще действительно огромное количество субличностей, вы, вот, Игорь, просите их перечислить, а я боюсь, что... Не хватит у нас времени. Да и не знаем мы их все, мне кажется. Вот. Вот тут еще тоже очень интересный момент как раз про это, про то, что Юнг же описал, ну, основную структуру, да? Он говорит о том, что можно мне понудеть немножко? Конечно, это душный подкаст. Можно я просто буду... Ой, Марина, давай, развернись наконец-то. Ну, ну, слава богу. Мы начнем с того, что вообще наша психика, наша личность – это целая огромная вселенная, в которой есть так много, что мне кажется иногда, что жизни не хватит, чтобы все это постичь, узнать и развернуть. И один действительно из первых исследователей, который начал заглядывать внутрь и пытаться описать, как устроена психика, как устроена личность – это был Фрейд. И он описал, он сделал топографию психики, он сказал, что есть бессознательное, это то, что мы не видим, не чувствуем, не слышим, но оно, зараза такая, на нас все равно влияет. И у нас есть сознание. Ну, это вот плюс-минус, что мы там вокруг себя видим, понимаем, чувствуем. Думаем, что видим, понимаем и чувствуем. Думаем, да, вот, вот, отлично, отлично. Вот это прямо правильно, да? Думаем. И также он описал структуру личности, когда он сказал, что существует эго, существует ид и существует суперэго. И это была огромная заслуга Фрейда, и Юнг этим тоже очень сильно восхитился. И он пошел дальше. Собственно, причина, по которой они поругались, ну, в смысле, поругались, они разошлись. Разошлись. А чего уж там все психодинамическое направление в итоге на этом и стоит? Конечно. Вот на идее, которую сформулировал Фрейд. Потому что Фрейд что сказал? Что ид – это наши инстинкты, наше животное природное, оно у нас из бессознательного, из кусочка ид у нас отламывается, выделяется небольшой, что развивается в эго. И есть еще суперэго, которое, как тоже некоторые и врожденные, и приобретенные, свод правил, установок социальных каких-то, директив и так далее. А Юнг говорит, подождите, все чуть сложнее. Секундочку. Подождите. Все, мне кажется, как-то посложнее. Все не так. И дальше... Я понял, он был душнилый, просто тоже такой, сейчас я тут кучу, конечно, он был еще тем душнилым. Вот прям очень. Если почитать его работы... Я еще в оригинале не читала, я боюсь... Ну, я просто не знаю этого языка. Вот. И он говорит, подождите, у нас помимо вообще-то бессознательного, индивидуального, есть нечто большее. Это коллективное бессознательное. И он расширяет топографию. Причем так, серьезно расширяет. И дальше он начинает описывать структуру личности, в которой помимо эго, о котором сказала Оля сейчас, да, эго-комплекс. Оказывается, он говорит, оказывается, есть еще много всего. И оно настолько все многообразное и сложное, что вот он выделил только несколько структур. И вот одна из основных осей, назовем это так, то есть у нас есть структура, которая думает, что она тут одна единственная, самая пышная, самая нарядная, это эго. Но на самом деле там где-то в глубине у нас живет гораздо большая структура, которую мы называем Ольга Владимировна. Вот мне очень нравится, никогда не отвечаю на вопрос Марина Петровна сразу и прямо, извините, это просто добрая традиция. Я сначала скажу речь, а потом отвечу. Мне очень нравится, я дополню, мне очень нравится метафора с айсбергом, про то, что вот то, что мы видим на поверхности, это, собственно, эго-комплекс и сознание. А вот это вот огромное, неизвестно какого размера, возможно, бесконечная махина внизу, это как раз бессознательная и все вот эти вот наши части. Ну, Юнг выделил пять основных архетипов, которые именно юнгянских, которые ведут на пути к индивидуации. Пять же, да? Это как раз это эго-комплекс, анима-анимус, персона, тень, самость. Пять. А про что нам говорила сейчас Марина к чему подводила? А ты это хотела же, да? Я говорила про самость, конечно же. А, про самость. А я думала, что ты все пять хотела. Друзья, если вы хотели недушный подкаст, в котором будет все понятно, то вы выбрали не тот. Ну, выключайте сейчас лучше, не мучайтесь, расходимся. А мы можем продолжить. Итак, мы их все назвали. Да. С какого начать? С эго, который, как я помню, это некий мостик. Или мы все-таки с анимой и анимсу лучше начнем, чтобы люди поняли, что в каждом есть феминность, и в каждом есть маскулинность, и офигели от этого. Да, давайте. Потому что, смотрите, Игорь, ну, с эго, что про него говорить, вы и так про него все знаете. Вот то, что вы про себя думаете, вот это вот ваш эго-комплекс. Круто. И еще это ваша персона. Про это тоже коротко можно сказать сразу. Да. Ваше представление о себе, как вы проявляете себя в социуме. Вообще, для этого, для этой части психики, для этого архетипа, органа психики используются метафоры маски, театральные. У вас их может быть много, вы их можете менять. Объясню простыми словами. Там, сейчас вы ведущий подкаста. Это ваша роль. Мы с вами общаемся из этих ролей. Да, мы с Мариной психологи и тоже ведущие подкаста. Вот мы здесь, значит, собрались. Треугольник печали. Да, давайте лучше силу трех организовать. Да, да, давайте. Сила трех, точно. Отлично. Трех адекватных. Отлично. Ну, это мы так думаем. Ну, может быть, да. По крайней мере. Мы думаем, что мы адекватны, и с нами иногда соглашаются. Да, но не все. Ну, так и должно быть. Так вот, и... А в другом месте вы друг, любовник, сын, там... А, заходя в магазин, я покупатель. Вы покупатель, да. Там, если у вас есть какие-то увлечения, не знаю, ткну пальцем в небо, я сноубордист. Нет, это не просто. Я очень большой для сноуборда, мне кажется. Я готовить люблю. Вот, можно. Вот, кулинар, и вообще, и вообще, и вообще. Да, таких ролей может быть очень много, и мы говорим, что классно, когда персона гибкая, то есть не ригидная, не закостеневшая. Потому что если она закостеневшая, то вы тогда везде кулинар, понимаете? И вы приходите тогда на свой подкаст, и мы вам говорим, вот, юнг, цитаты, архетипы. Вот такой, подождите, подождите. А курочку в фольге он... А курочку-то, да. Курочку-то он ел, этот ваш юнг. Или вообще, подождите, я вчера такой соус приготовил, секундочку, да? Вот. Ну, и там, и так далее. Или как... А, это ваша личность, это как солянка, да? Из колбаски, огурчик и того, и другого. Ну, ещё есть одна прекрасная метафора, это наши одежды. Гардероб. Мы же как-то... Наш гардероб, да? Мы же как-то одеваемся. Если мы как-то в соответствии с погодой, природой, с ситуацией, что там у нас ещё бывает. Да, но здесь вот сегодня я специально так оделся, чтобы быть трикстером. Да, потому что я... С мишкой на... Да, да, да. Вот. У меня мишка в позе лотоса на шее. Я просто решил так подыграть немножко, если вдруг понадобится пример. Класс. Ага. Да. Ну, вот это тоже, да, душный подкаст, трикстер. Это же тоже такая есть некоторая ипостась, да? Это вот сегодня, это вот такое вот... Не только состояние души, ну, как вот такая роль, да? И из этой точки вы начинаете какую-то свою деятельность. Вот. Поэтому с персоной, мне кажется, всё тоже понятно. Это наш облик. Наш облик, да. Это именно наш облик. И то, как нас воспринимают. Потому что у меня бывают часто ситуации, это к вопросу о подкасте в вашем выпуске про хейтеров в социальных сетях. Я довольно мало... Вы уже послушали. Да, довольно мало вызываю хейта. Конечно, там что-то шлют и так далее. Но всё равно даже бывает такое, что когда мои друзья обсуждают, что там пригласить меня в какую-то другую компанию, я однажды услышал фразу, да, Игорь, всем нравится. Вот это про маску или про то, что люди не знают мои тени? Это хороший вопрос, Игорь, потому что это и про вас, и про людей. Да? Про то, что, возможно, у вас есть некая... Я пофантазировать себе позволю, да? Есть ваша роль, ваша маска, назовём это так, да, которая такая очень френдли, очень классная, и вы настроены на то, чтобы всем нравится. Ну, я ещё и обволакивающим таким, благодаря голосу могу быть. Вот, а другие свои хвостики, да, вы там, например, припрятываете, чтобы всё-таки, да, мы же проявляем себя, и мы же тоже думаем, так, окей, я сейчас там вот так буду делать, и что мне за это будет? А там, на самом деле, 7 хвостов китсуне. Да? Я фанат японского всего, поэтому, да, знаком, знаком. Вот вы нам и сказали, сколько их у вас. Я думала, жизни 9, а хвостов 7. Вообще, там есть иерархия тоже у них, и, насколько я помню, это сейчас тоже там будет очень душно. Это другой подкаст про него. Это будет не душно, но это будет очень интересно и долго. Есть очень классная лекция, я потом скину вам ссылку по японской мифологии в акции. О, отлично. Это прекрасно. Я бы тоже посмотрела, потому что я мало про это знаю. Игорь, ну вы знаете, я вам так сразу скажу, я как аутентично трикстерный человек вам скажу, что если вы хотите быть трикстером, то тогда, знаете, либо крестик снимите, либо трусы наденете. Вы не можете быть трикстером, и всем нравится. Не получится. Вернемся к аниме и аниме. Я сейчас еще на правах ведущего буду рулить этим подоком. Вы сами подняли эту тему. Да, про трикстера. Так, но что про аниму и анимус? Мы хотим рассказать. Потому что, ну, это, собственно, это прям такая очень важная часть нашей души, нашей психики, нашей личности. Ну, давай скажем вообще, кто это такие. А, точно, давай. То есть сидят такие с хрустальным шаром, да? И все знают, что мы знаем трое, никому не скажем. Итак, я говорю, что, мне кажется, каждый человек должен знать о том, что в нем есть и женское, и мужское. И что они должны быть, не знаю, в балансе, или все-таки женщина должна раскрыть в себе свою настоящую королеву. Бахиню. Да, а мужик быть должен настоящим тру-мужиком. Как здесь? Ну, я вот сразу, кстати, втиснусь и скажу, что это мы с вами втроем здесь что-то знаем, никому не скажем. Это мы знаем, что у нас есть и мужское, и женское. Для многих людей это не очевидно. Ну, то есть ты мужик, и все. Ты там женщина, и все, давай носи юбки, развивай вот эту вот свою женственность, или как там это происходит, все. Ну, есть такие подходы. А на самом деле, давайте просто начнем с этого тезиса, что в нас есть и феминная, и маскулинная. Как минимум, мы состоим и из мамы, и из папы. Это те самые инь и янь. Есть и такая часть, и такая. Марина Петровна тянет руку, да, Марина Петровна, пожалуйста. Марина Петровна, отвечайте. Выходите к доске. Спасибо. Очень спасибо. Ну, я как обычно начинаю душнить. Вообще-то, вообще-то, Фрейд начал с того, его переврали, что психика бисексуальна. Именно психика бисексуальна. Не вот это вот все, что потом начали распространять. А психика бисексуальна, что в ней содержится как мужское, так и женское. Имеется в виду, прости господи, энергии, да? Имеется в виду некие... Субстанции. Ну, как состояние. Ну, давайте так. Я вот прям буду очень упрощать. И то, что потом развивает очень Юнг, и у Юнга это уже начинает формироваться... Ну, он начинает это формулировать как архетипы, что существует архетип мужского. Это анимус, и он живет внутри женщины как дополнение к ее изначально женскому. А внутри мужчины живет анима, архетип анимы. Это его женская часть, но не в смысле женская с хвостиками и бантиками, да? А это то, что мы связываем как природно женское. Ну, с феминностью. С феминностью, конечно. Но это никак не связано с матерью или связано? И, соответственно... Все, давайте мы просто... Все связано с матерью. Снимем напряжение. Вот давайте мы сразу за скобки вынесем. Все, расслабились. Все связано с матерью. Это неизбежно. И так или иначе, все равно к этому будет все сводиться. Ну, конечно, женское связано с матерью. Это материя, это чувство, это тело. И, конечно, да. Можно то есть дополнить. С матерью не только конкретной матерью. Не с буквальной. Не с буквальной конкретной матерью, а с материнским. С материнской фигурой. С материнской фигурой, с архетипом материнского, с природой материнского. Это всё, что связано с материей, это всё, что связано с эмоциями, это всё, что связано с материя телесная. Вот Ольга как раз начала говорить про то, что эмоции, чувства, это во мне, например, за это отвечает анимус. Анима. Наоборот, анима. Еда, кстати говоря. Тут по-разному бывает, смотря какая кухня. Мы вот с Мариной как раз в каком-то из эпизодов обсуждали, что кухня бывает разная, и кажется, что итальянская условно более материнская, а вот французская более отцовская, потому что она прямо алхимическая такая. Культурный комплекс. Культурный комплекс у нас мы когда обсуждали. Культурный еку... Ой, господи, да, ну культурный комплекс. Комплекс, да, просто два вычиска. В целом, да, да, еда про мать. Да, вот то есть материнское, оно по природе, по своей, про эмоции, чувства, материю, и вот всё, что из этого выходит. А, соответственно, мужское, анимус, оно про логос. А, всё. Логос – мыслить, решать, достигать, постигать тоже, наверное, границы, потому что это ещё с отцовским связано. Да, то есть здесь материнское, здесь отцовское. Ну, включены. Но мы не сводим это только к буквальному. Мы вообще не стараемся уходить от буквального, и чем дальше, тем лучше, потому что иначе вступают в свою зону эго, которая начинает разводить свои инфляции и уводить нас от души. Что происходит, когда у тебя полный рассинхрон со своими внутренними феминными и маскулинными друзьями? Ну, рассинхрон может быть разный, но, предположим, человек захвачен какой-то своей части. Например, я мужик, и я вообще супер-мужик, я очень мужественный. Руки-базуки. Руки-базуки. Да, но это уже... Ну, ладно. Ничего женского я не делаю. Я альфач, короче. И это такая захваченность анимусом, да, и полный рассинхрон как раз-таки с женским. И что это такое? Отсутствие контакта с чувствами, например, со своими, со своей уязвимостью. И в целом это печально. Да, потому что к чему это будет приводить? Ну, в лучшем случае, это приводит к неврозам. Человек... То есть, смотрите, нарушен вот этот баланс, нарушен контакт. Ну, если мы говорим про мужчину, который захвачен анимой, да, там есть разные варианты, по крайней мере, у нас в фонотической психологии, там по-разному это может быть представлено. Нарушен этот баланс. Баланс и контакт с собственными чувствами. Анимой? Если это мужчина. Захвачен анимой? Анимусом. Почему захвачен анимусом? Если у него нет контакта с чувствами. Так вот, он либо захвачен анимой, да, то есть, она его как бы... Ну, давай расскажем, он тогда какой? Он тогда может быть либо очень феминный, да, да, да. Либо он, кстати, тоже может быть очень таким альфачом, да, но там другой контакт. То есть, там вот эта захваченность выражается в том, что там вот этот сипарайд. То есть, он очень агрессивный альфач. Он может быть либо очень агрессивным, раздражительным, то есть, таким очень грубым. Это когда вот контакт с анимой отсутствует, да, когда этого контакта нет с анимой. Либо когда, да, я тут немножко должна пояснить, а то я на своём. У нас есть два варианта. Когда вообще отсутствует контакт с анимой, или когда анима захватывает психику, захватывает личность. Вот в одном случае, если грубо, то это может выражаться в такой очень мягкости, феминности, очень эмоциональности, чувствительности. Неумение отстаивать границы. Да. В социуме как-то себя ставить, свою роль как-то так отстаивать. Ну, и если у меня всё в балансе, то я, например, логичен, не боюсь носить розовый, заправлять джинсы в сапоги. Да, да, да. Да, да, да. Класс. Именно. Очень понятный пример. Да, да, хорошо. Для вас это важно, для вас это ваше выражение, проявление через этого, я фантазирую, да, через это вы как-то себя самопрезентуете в этом мире, и это всё в балансе, всё окей. Вам не надо это делать каким-то очень вычурным, но в то же время вы и не пытаетесь это куда-то вытеснить и спрятать, что нет. Ну, я вот обычно всем своим друзьям говорю, я занимаюсь боксом, и пеку кексики. Ну, и мишка ваш, он больше про это на самом деле. Да, да, да. Вот, а если у нас женщина, которая захвачена анимусом, или у неё плохой, там, сложный контакт, ну, не плохой, конечно, сложный контакт, или отсутствует контакт с анимусом, то есть с её логосом, с её мышлением, по сути, да, с её какими-то такими природно-мужскими чертами. Ну, то есть если она, например, вне контакта с анимусом, то это у нас такая вот, помнишь, как у Верена Каста? Такая вот девочка, которая вот ничего не может. Ну, да, да. Вот она... У меня лапки. У меня лапки, я ничего никак не могу. А женщина, которая захвачена анимусом, то есть... Наоборот, всё может. Она, это вот с такими... Железные яйца. Железные яйца, которые громко звенят, и она вот такой достигатор с плёткой, всех построит. Как правило, это очень успешная, кстати, бизнес-леди. А это Серсея из «Игры престолов», мне кажется. Ну, ладно, и кто не смотрел, не важно. Наверное, ты смотрела? А, ты не смотрела. Ну, либо Бриэна Старк, но Бриэна Старк просто очень такой рыцарь, а всё-таки Серсея, она как раз-таки про достигаторство. Да, да. Вот она вот это стремление к власти, но такой мужской власти. Она даже же к концу сезонов, ну, всех сезонов стала с короткой стрижкой уже там, да. Так что такое превоплощение на лицо. Ну, в общем, мы стремимся к балансу. И когда действительно это всё в балансе, и мы можем принять свою часть, каждую, всякую часть, всё хорошо. Это если очень коротко. Это очень коротко. Очень упрощённо. Про аналитическую психологию. О чём вы? Ну, мы стремимся к балансу. И всё будет хорошо. И всё будет хорошо. У вас пять тысяч. У вас пять тысяч. Я здесь тоже просто иногда так говорю. Итого, русский язык сегодня тоже со мной. Мужской, женской, обсудили. Эго затронули. Персону затронули. Персону затронули. И у нас остаётся ещё самость и тень. Самое интересное. С кого начнём? Ну, давайте с тенью, потому что самость – это такой архетип, к которому мы стремимся в процессе индивидуации. Он как бы замыкает эту цепочку. И, между прочим, аниме и анимус – это мостики к самости. Мы говорим, что через них они знают, как, в общем, туда попасть. Как туда прийти. Как туда попасть. А эго – это проводник самости, потому что самость себя реализует через эго. Да, но сначала там схватка происходит, потому что эго сопротивляется проявлениям самости как раз. О, да. Ну, ладно, давайте про тень, наверное. А это всех ещё интересует, потому что это стало популярно в какой-то момент, что вот это вот всё теневое. Спасибо. Ну, скажем так, это приблизительно то, что Фрейд относил к Ит. Он же ведь относил туда именно негативные проявления бессознательного. Вот в целом, на чём они с Юнгом-то и в том числе разошлись. Потому что Юнг сказал, может, там не только плохое, может быть, там есть что-то хорошее. Но это уже сейчас очень упрощённо. Мы всю жизнь живём, адаптируемся к социуму. Это очень важно. Это всё нужно делать. Первая половина жизни условно, она для этого, до кризиса среднего возраста. И когда мы это делаем, мы вытесняем куда-то, в некое пространство, очень много всего такого, что в этом социуме неприемлемо. А социум – это и семья, и там школа, университет, большой мир, вообще всё-всё-всё. И понятно, что это по умолчанию в современном обществе что-то неприемлемое. Насилие, ну, хотя не во всех семьях это так, ну, примерно, да, насилие, там, агрессия и всё такое, да, какое-то асоциальное поведение. Но очень часто это и что-то хорошее тоже. Потому что, ну, условно, если в вашей семье было не принято красиво наряжаться, вы в детстве очень любили, а родители вам говорили, нет-нет, мы это не делаем, мы пролетарии, да, вот этого высовываться не надо, это тоже помещается туда же. Вот. И очень часто... То есть это социально неприемлемые, неодобряемые какие-то наши проявления, желания, импульсы и так далее. Ольга, вы сказали про кризис среднего возраста. Это какой примерно возраст мы имеем в виду? По опыту работы я бы сказала, что сейчас это 27-60. Я в нём. Возможно, нет. Но на самом деле он очень плавающий, и просто если это раньше 27, то это немного тревожно. А так он у кого-то происходит в среднем, там, мы говорим про какие-то 30 лет, да, около 30-40 лет, но бывает по-разному, да. У кого-то и в 50 бывает, и хорошо, если случилось. Ну, можно я добавлю здесь? Традиционно мы говорим о том, что есть первая половина жизни и вторая половина жизни в аналитической психологии, и между ними, собственно, водоразделом является кризис среднего возраста или кризис второй половины жизни. Почему? Потому что у первой половины жизни, как сказала Оля, задачи это, собственно, максимально себя в социуме реализовать и утвердить. А вторая половина жизни, она, конечно, больше про разворот внутрь себя, про переживание себя вот вообще в этом мире, про смыслы, про смерть и так далее. И вот на протяжении всей нашей жизни у нас есть много разных, у нас может быть много разных кризисов, которые так или иначе будут пересекаться, например, с кризисом среднего возраста. То есть у нас есть наши нормативные кризисы, возрастные. Ну, например, там, кризис ранней взрослости. Потому что каждый кризис это переход на следующий уровень, переход на следующий этап. У нас приблизительно, ну, плюс-минус вся наша жизнь состоит из нескольких этапов. И это связано не только с психикой, это связано еще и с нашей физикой, с нашим телом, с нашим организмом. Ну, там, детство, юность. Перестройка, гормональность. Да, да. И вот эти все перестройки, они происходят на разных уровнях. И на каждом этапе у нас свои задачи. Ну, там, задача первого года жизни, задача, там, третьего года жизни, задача 25 лет, например, да. Да, там, в 25 лет. И тоже может быть кризис. Не то, что может быть. Как правило, у нас там юношеский кризис достаточно серьезный, 19-21, потому что надо выходить из подросткового и переходить в юношеское. Да, там тоже разные задачи. И есть еще очень такой сильный кризис 29-31. И его тоже очень часто переживают как, ну, как, условно, как кризис среднего возраста. Вот. Он тоже может прям переживаться. И у кого-то действительно и кризис среднего возраста начинается там достаточно рано. Да, но в целом мы говорим о том, что это около 35-40. Вот где-то там, если говорить про такое уже эгегей. Полный разнос и Пакистан? Да, да, да. Ох, два годика осталось. Ну, когда поднабран ресурсов, да, с чем можно уже там разбираться. А если проскочил вот этот 21... Догонит. По задачам. Мы смотрим как? Все очень просто. Мы смотрим по задачам. У нас на каждом этапе есть свои задачи. Мы их решаем, мы переходим. Мы не решаем, мы все равно переходим, но они потом в кризис среднего возраста обязательно догонят, и там догонят все. И с ними надо разобраться, да. Но я бы... Я вот все-таки... Я очень люблю возрастную психологию, но я не могу вот так привязать к годам прям конкретно, потому что кризис среднего возраста и молодеет сейчас тоже. Все очень быстро. Мы говорили, кстати, с вами, что все очень быстро. И... А, это мы не в эфире говорили, ладно. Да, не страшно. Ну, не важно. Теперь все в курсе, чтобы и за эфиром чуть-чуть поболтали. Все очень быстро. И условно там кто-то к 27 годам успевает сделать вообще все. Там два раза жениться, развестись, родить троих детей, построить карьеру в корпорации, там похоронить родителей. Ну, вообще вот все. И вот он... Уволится уехать на Бали ретрит. Ну, типа, и вернуться. И вернуться и сказать, а зачем я вообще живу? Поэтому бывает и так. А кого-то раньше, кого-то позже догоняют. В общем, зависит. Когда она появляется? Вот она в полный рост как раз здесь и появляется. Потому что человек встречается с тем, что, ну, в общем, если отодвинуть вот эти все социальные конструкции, мою персону, мои представления о себе, которые содержат эго-комплекс, то я тогда какой? Кто я? И вообще, такой ли я хороший, как я думал раньше? И вообще, зачем я живу? Три главных аналитических юнгианских вопроса. Кто я? Откуда я пришел? И куда я иду? Да. И это одни из самых... Ну, это вообще трудно ответить, бывает, на эти вопросы. Но самый главный вопрос, который встает в тот же самый кризис среднего возраста, это кто я? Вообще, кто я и какой я? Ну, смысл. В чем смысл моей жизни? Да. И поднимается очень много, естественно, разных содержаний, которые из психики, из бессознательного поднимаются. Я просто хотела чуть-чуть, Оль, тебя дополнить по поводу тени, что действительно тень такой... То, что мы считаем тенью. Потому что покуда нечто неприемлемое, или то, что мы считаем неприемлемым, живет в бессознательном, и как-то себя неожиданным образом проявляет, мы говорим про тень. Как только мы это начинаем осознавать, то это уже не является тенью как таковой, потому что мы начинаем это видеть, и мы можем что-то с этим сделать. Вот. А что касается тени, то вот Оль сказала про то, что есть некие условно правила социума, да, и они начинаются с правил семьи, потом они начинают расширяться, расширяться, расширяться. И все, что вот в это не вписывается, мы вытесняем. Мы вытесняем бессознательное, как неприемлемое, неправильное, ненужное. Но оно никуда не девается. И оно там продолжает жить, и это бешеное напряжение на самом деле. Вообще ничего никуда не девается. Да. То есть вот там, допустим, концепция, я не буду об этом думать, и оно пройдет. Ничего не проходит. Просто это вытесняйте, оно где-то лежит и ждет своего часа, чтобы взорваться. Да. И в какие-то сложные ситуации, моменты нашей жизни, в кризисы, в кризис среднего возраста, вот это все, потому что наши защиты ослабевают, наши психические, психологические защиты ослабевают. И вот все, что мы сдерживали, оно может подмяться просто наверх и захватить буквально, когда мы теряем какую-то вообще критичность и думаем, что если, я не знаю, я буду сейчас... А чего такого? А я буду себя теперь вести вот так. Поэтому мы и говорим, что очень важно как-то исследовать вообще всего себя и узнавать себя, и тем более двигаться в сторону исследования своих теневых, теневых каких-то компонентов, теневых аспектов. А они у нас проявляются чаще всего в каких-то неожиданных... Вот там трикстер, да, у нас. Кто проводник тени? Это трикстер, который подзуживает. Игорь, ваш выход сейчас. Я хотел поговорить про проявление тени. Ее проще заметить в отношениях или в коммуникации? Потому что самому ее вообще возможно заметить? И что с ней делать вообще? А вообще все, что касается психики, проще всего заметить в отношениях. В этом и смысл. Она создается в отношениях, потому что если ребенок вырос с собаками, он не будет разговаривать, и его психические функции не разовьются, не сформируются. Если этого не произошло там до пяти лет, то все, этого уже не будет. То есть сказка про Тарзана не очень реалистична. А до скольки лет он там жил? Ну, он долго. Судя по всему. Судя по тому, когда там появилась героиня, я думаю, лет до 19. Не, научиться разговаривать он не должен был тогда и вообще никак. И высшие психические функции у него развиться не должны были. И, соответственно, психика создается в контакте, она развивается в контакте, травмируется она в контакте, и потом трансформируется и исцеляется она тоже в контакте. Поэтому отношения, конечно, для этого очень нужны. Но это часто могут быть отношения с проекцией, правда. И здесь тень можно заметить, но условно вы заходите в интернет, и вы же видели много раз в комментариях к каким-нибудь постам, которые вызывают большой резонанс. Прямо заходишь и читаешь, как человек сам с собой общается, с какой-то своей проекцией пишет вообще о чем-то своем. Ну, его что-то выбесило, да, и он там про это рассказывает. Но здесь очень сложно получить какой-то результат. Ну, то есть человек с проекцией пообщался, а ему назад ничего не вернули. Поэтому здесь желательно все-таки действительно отношения иметь, терапевтические отношения, близкие отношения с другим человеком, потому что тут оно возвращается, и можно обработать вот в процессе. Я часто услышал, что при этом отстаньте от своих родителей, дайте им уже жизни. Тогда, получается, если мы говорим про отношения, которые всегда есть вокруг нас, и очень сложно быть в социуме и не строить какие-либо отношения. И не нужно. Не нужно что? Не нужно быть не в социуме, да. Человек нуждается в отношениях. Есть вот эти травмирующие какие-то места, да, какие-то, скажем так, коммуникации, об которые можно пораниться. И вот мы иногда через года это все носим. Это важно потом все-таки прийти и вылить на человека или обсудить? Или на самом деле здесь проблема моя и мое ожидание других людей, это тоже моя проблема. И дальше мне с этой обидой самому надо что-то сделать. Ну, смотрите, если говорить про родителей, мы же не работаем даже в терапии буквально с родителями. Ну, то есть, если есть какие-то претензии, мы никогда не говорим, что вы должны поехать сейчас к своей маме и с ней об этом поговорить. Мы работаем с фигурой родителя. А фигура родителя, она интроэцирована, то есть встроена внутрь человека. Есть внутренняя мама, с которой можно вести этот диалог. Еще одна субличность, в общем. О, ну да. Конечно. Внутренние фигуры родителей. Да-да-да. Вот, и да, ну, вот как раз Марина вначале сказала, что мы стремимся отходить от буквальности и все символизировать, и вот расширять понимание. Да, и в этом смысле, ну, правда, если вы поедете буквально маме высказывать, а не у всех есть такая возможность. Бывают разные ситуации. Не у всех мама в живых, не все с мамой разговаривают, не у всех она там в своем уме, в состоянии разговаривать и вообще. Ну, понимаете. А проблему как-то надо решать. Ну, тогда получается, что если мама не в доступе, то все, живи с этим всю жизнь, да, ничего тебе не поможет, раз с мамой поговорить не можешь. Нет, конечно, не так. Есть это внутренние фигуры, и обрабатывать это надо внутри. Ну, если говорить про терапию, например, то, конечно же, первая практически проекция, в которую попадает психотерапевт, это материнская. Ну, чаще всего. Ну, бывает отцовская, если отцовский комплекс заряженный. И очень часто человек с мамой общается, ну, условно, через терапевта. То есть он говорит то, что он хотел бы сказать маме. Но он это не очень осознает. Но как раз-таки задача это вынести на поверхность, осознать, проговорить и какие-то моменты прожить по-другому. Ну, то есть, например, если мама все время бросала в детстве, то в терапии очень вероятно эта травма, она как-то всплывет. Вот терапевт забудет процессию. Это вообще совершенно будет неожиданно, непонятно почему. Или там будет опаздывать, или еще что-то. Ну, то есть как-то отыграется, проиграется. И должна. Это хорошо. Это будет болезненно. Но здесь задача как раз это выдержать и прожить по-другому. То есть не отреагировать, не сказать, ах, ты меня бросил, я тебя тоже брошу. А поговорить про это. Поговорить, какие чувства рождаются внутри этого. И это прям такой вот ключик к проживанию этих вещей. И вам уже не нужно будет бегать за своей мамой и говорить, что ты смотришь телевизор, хватит его смотреть, смотри то, что я тебе говорю. Или там, ты мне сказала, не плакай, теперь не плачу всю жизнь. Да, и ты сама теперь не плачь тоже. Ну вот можно я здесь дополню Олю? У нас есть, ну, грубо, у нас есть коммуникация, если говорим про коммуникацию, там, меня и других людей, а есть еще коммуникация внутренняя, меня и меня. Вот почему мы говорим про то, что... Да, добро пожаловать. Кто там еще есть? Вот мы про это весь подкаст поговорим. Почему это так важно? Потому что внутри меня там тоже много что происходит, там много субличностей, и там происходят такие разные, иногда конфликтные, иногда неконфликтные, но сложные коммуникации. И вот эти два вида коммуникаций друг на друга очень сильно влияют. И да, конечно, вот в основе первые наши коммуникации, это коммуникация с нашими родительскими фигурами или с теми, кто о нас заботился, кто нас взращивал. И первые базовые, первые базовые модели коммуникации, которые послужат прототипом внутренней коммуникации и потом внешней, они идут, конечно, от родительских фигур. Я уже начинаю, да-да, душнить очень много. Я уже перенёсся куда-то, представляюсь, рисую уже, да. Да, но я очень быстро скажу, я просто очень быстро скажу про то, что терапия, анализ, в частности, анализ, посвящён преимущественно внутренней коммуникации для того, чтобы разобраться, какие сложности у нас есть во внешней коммуникации, какие у нас есть проблемы во внешней коммуникации. Нам нужно вообще-то поисследовать, что у нас внутри, как у нас эта внутри коммуникация происходит. И анализ и терапия, она посвящена этому. И поэтому мы, конечно, уходим от буквального, мы уходим в символическое. Это наше такое пространство для манёвров. И действительно, как вот Оля сказала, иногда во внешней коммуникации у нас просто нет возможности донести до нашей мамы свои обиды, до папы, до каких-то третьих, десятых людей. Но это можно сделать внутри. И вот эти фигуры, которые у нас есть внутри, с ними тоже можно как-то провзаимодействовать таким образом, чтобы вот этот флёр и ореол наших травм, беспокойств и прочего-прочего-прочего не падал на других людей. А обиды на друзей, они тоже туда же относятся? Можно я скажу здесь? Подождите. Конечно. У нас, давайте у нас, мы, конечно, люди, которые всё время друг на друга проецируют. Но мы постоянно друг на друга что-то проецируем. Но опять-таки же... Не мы с вами, а вообще все люди. Вообще-вообще все. И это не мультики. Да. И я как раз-таки и говорила про вот эти два вида коммуникаций. Внутренний и внешний. Любой человек, с которым мы взаимодействуем, у нас одновременно может происходить две коммуникации. И внешний, и внутренний. И вопрос, как это разделить между собой. Иногда человек приходит, там, и говорит, ну вот, там, вот, наверное, вот этот человек, он так, там, я чувствую рядом с ним, там, обиду или ещё, что, наверное, я что-то на него проецирую. А вы не думали, что он говнюк просто, и он плохо себя ведёт по отношению к вам? Понимаете, да? Что иногда мы обижаемся не только потому, что у нас там внутри какой-то непорядок. А потому что наши границы переходят и нарушают наше пространство. Но мы... И нам бы, наоборот, бы подбавить, да, немножко клыки бы отрастить, чтобы научиться с этим работать. Но мы по привычке... Ну, это тоже связано очень часто с родительским комплексом. Но мы это на себя, на себя. Это я всё сделал не так, это я на них что-то проецирую. Это просто я что-то спроецировал, поэтому он мне пощёчину дал. Нет, он просто говнюк. И он тебе... Ну, он был неправ. Вот, поэтому мы... У Калшида, по-моему, да, вот это первая его такая иллюстрация во внутреннем мире травмы, или в... В общем, неважно. Это можно убрать. Запикайте Калшида. Запикайте Калшида. Нет, у него просто иллюстрация в книге. Калшида, в как это, каменное... Как каменное... Лицо. Каменное лицо, у которого один глаз смотрит вовнутрь, а другой глаз смотрит наружу. И он таким образом объясняет, что человек живёт в двух мирах одновременно. В мире внешнем и в мире внутреннем. И это происходит параллельно и всегда. И, собственно, поэтому эти два мира, безусловно, между собой очень взаимосвязаны. И поэтому нам очень важно изучать не только внешний мир, как это вот всё там вокруг устроено, но нам ещё очень важно изучать свой внутренний мир и то, как наше внутреннее... Какой флёр насылает на наш внешний мир. А нужно ли что-то в этом смысле прокачивать? Вот, например, прокачивать свою феминность, если она не до, или прокачивать свою тень, я не знаю, но потому что, опять-таки, если ты слишком правильный, порядочный, суперэстет, вот это вот всё, то где-то тень-то она должна же проявляться. Да, всё верно. Вот, соответственно, её надо прокачать или выпустить? Ну, я думаю, здесь скорее найти контакт, осознать, не прокачать и не выпустить, потому что, знаете, прокачать свою тень звучит как стать самым кровожадным маньяком в истории, да? Есть такая штука, да? Прокачать свою тень, чтобы все боялись. Войти в контакт, осмыслить, осознать, да. Первый шаг, который мы делаем в анализе, наша задача – это почувствовать, а потом увидеть. Когда мы начинаем что-то внутри себя видеть, у нас уже появляется пространство для манёвров. Мы начинаем это видеть, исследуем. Дальше что? Мы это исследуем, как это устроено. Да, вот я обнаружила в себе, оказывается, я вот, например, у меня вот есть такие, там, не знаю, импульсы. В каждом человеке есть и низменное, и высокое, и всё это вместе, и иногда оно проявляется, иногда оно подавляется. И вот я что-то в себе такое, условно, какие-то импульсы, которые я считаю низменными, я обнаружила. Ну, я там погревала, ай-я-я, я на самом деле не такая хорошая, как я хотела бы быть, но я это в себе... А это больно? Конечно, конечно. Да, что вот я там, например, глупая я, вот тут сморозила чушь, и вот здесь я всего не знаю, я глупая. Боже мой, как это невыносимо больно, что я такая, оказывается, глупая. Бываю, да? И я начинаю это видеть, я начинаю исследовать, при каких, в каких ситуациях это проявляется, как я это переживаю, что я делаю буквально в этом случае. Да, а дальше я могу что-то с этим поделать. Ну, например, там, я обнаружила себя глупой вот в этом месте, но мне очень важно там подкать... Вот тогда можно подкачаться, да, там, знаний поднабраться, там, поучиться чему-то. То есть мы не только про поговорить, мы ещё для того... То есть мы поговорить и поисследовать для того, чтобы потом понять, что мы можем с этим сделать и реализовать это, да, где мы можем какую-то среду найти. Например, в анализе это очень часто реализуется. А если были сложности с родителем, например, с мамой, но мама была холодная, невнимательная, пренебрежительная... Водолей. Простите. Я знал, что вы оцените эту шутку. Я её очень долго в себе взращивал. Вот. То так, да? Вот это вот, я понимаю, уже трикстер зашёл нормально. Вот нормально. Зайди и вы... Вот это, выйди и зайди нормально. Ну, добрый вечер. Ну, слава богу. Да. Вот. Я накручу свою мысль, да. То мы, как терапевты, понимая это, видя это, наша задача, фокус внимания, держать на том, чтобы мы, как терапевты, были более внимательными, не пренебрегать, то есть следить за своим контрпереносом, чтобы не было пренебрежения, да, чтобы было уважение и так далее. То есть мы создаём буквально внутри вот эту среду и наращиваем таким образом... Ну, не мы наращиваем, а клиент наращивает таким образом другой опыт, который у него начинает уравновешивать. Это да. Но и всё равно, слушай, когда-то проиграется прежний опыт тоже. Обязательно. Я вот про это и говорю, что почему-то терапевт там, не знаю, перепутает время. А вот это обязательно. Вот обязательно. То есть отыгрывание какое-то произойдёт, ну, бессознательно так работает. Но тут уже хорошо, когда оно происходит, когда этот опыт нарощен, да, и уже есть чем как раз это переработать и пережить по-другому. Вот мы вас запутали совсем? Нет, нормально. Но возвращаемся в нашу реальность, в которой сейчас пипец-пипец и пипец в кубе. И, конечно же, очень многие приносят к тебе и очень много вкидывают в нас сейчас чужого. Начиная там от того, что кто-то переезжает, переехал, начинает капать на мозг, что тебе тоже пора, да мы тебе всегда говорили, да уже пора уезжать, а что ты всё сидишь. Ты начинаешь в этом смысле накручиваться, думать про то, что недостаточно, хорош, чтобы переехать. А кому там нужны мои скиллы, кому там я нужен? Это я даже про себя рассказываю. Параллельно начинаешь думать о том, что ты ещё и здесь ничего не имеешь, квартиры нет, машины нет, ничего нет. И вот такой вот адовый клубок, это же тоже какой-то уже кризис, по сути. Только это кризис внешний, который проникает внутрь. Это очень классный пример. Я вам сейчас прям наложением рук сниму эту боль. Ну реально, потому что это очень сейчас распространённая история. И я просто объясню, что происходит, когда вам капают на мозги, что давайте вы должны уехать, мы вам давно говорили, да поехали, да поехали туда-сюда. Человек за ваш счёт пытается снять свою тревогу. Приедь сюда и будь рядом здесь с собой, потому что я не могу переносить чувства, которые я испытываю по поводу всей этой ситуации. И если ты будешь здесь, и все мои друзья будут здесь со мной, мне будет намного легче. Это вас вообще не касается, это вообще не про вас. Но, как верно вы заметили, для вас это создаёт настоящую кризисную ситуацию, потому что вы действительно эту тревогу на себя принимаете, потому что вас постоянно тыкают, давай-давай-давай-давай, и вы вот, вот она, воронка, да, это прям реально воронка. Помимо того, что как бы мне переехать, а что я там буду делать, и всё такое остальное, ещё появляется вопрос, да, а я же здесь вроде ещё ничего не достиг, и я вообще, ну, собачий, пойду я лягу и умру, да, вот это приводит вот сюда. А какой был вопрос? Ну, он традиционно не отвечает на те вопросы. Мы всё ещё выходим из кризиса просто, вот у нас есть кризис среднего возраста, тут есть ещё кризисы внешние, которые стимулируют. Да, это кризис кризиса, Кризис кризиса. Кризис кризисе. Я можно сейчас, вообще я говорю обычно, что сейчас весь мир досрочно, ну, то есть кто-то досрочно, кто-то в своё время погрузился в кризис среднего возраста, потому что у всей политической системы кризис среднего возраста, у всей экономической системы кризис среднего возраста, и тот, кому до кризиса среднего возраста и вопросов, смыслов ещё было какое-то время, то есть вроде как запас был, он сейчас туда навернулся, да. Кто и так был в своём личном кризисе, ему сейчас добавилось. Но хорошая новость, не знаю, насколько она хорошая, это то, что личное всегда важнее коллективного. То есть, условно, летят ракеты, женщина рожает ребёнка. Самое главное для неё и для её семьи – это то, что она рожает ребёнка. Личное, тем более личный трэш и личный ад, он всегда превосходит коллективное. И личное большое счастье тоже. Соответственно, если вы и так были в кризисе среднего возраста, то всё-таки у вас есть некоторое преимущество. Кажется, что это совсем жопа, но на самом деле нет. Ну, то есть, вы уже немножко, скорее всего, знаете, как с этим справляться. Так, Ольга Владимировна, аккуратно подошла к теме самости. Да. И как раз это, наверное, последняя наша остановка. Про архетип самости, про ещё одну... Слушай, я даже структурой-то не могу, у меня рука не поднимается её структурой назвать. Не поднимается вообще, да. Потому что это не про структуру, но это про нечто более масштабное, более значимое внутри каждого из нас. То, что помогает нашему личному взять вот этот самый приоритет и жить свою жизнь, максимально реализовываться и стать тем, кто ты есть. Что писал Юнг? Да, он говорил о том, что задача индивидуации – стать тем, кто ты есть. И если ты был семечком, например, жёлудем, да, который... Прорастает? Прорастает и вырастает в прекрасное жёлудевое дерево. И вокруг может происходить всё, что угодно. Ой! Это называется дуб, Марина Петровна, да. Жёлудевое дерево. Короче, мы сначала желудёнки. Желудёнки. Желудята. Потом кусята. А потом мы становимся дубами. Потом мы желудя и желудихи, видимо. Да, жёлудя. А теперь у нас подкаст на филологическом. Вот. А потом, да, это... А потом мы становимся дубами. И мы, если это жёлудь, то мы не могли быть ни осинкой, ни апельсинкой. Мы не станем, точнее, ни осинкой, ни апельсинкой, ни помидоркой, ни розовым фламинго. Если мы изначально, наша природа – это жёлудь, то мы станем дубом. Я выучила. Ура! Ну и при этом мы сами себе можем мешать. Это тоже самость мешает? Или это просто мы идём к ней? Ну, тёмная самость там иногда вступает, конечно, в... Ещё тёмная есть. Ещё тёмная самость. Вообще, можете вы... Можно сделать потом нарезку. Приходил аналитический психолог, сказал, что наша задача – стать дубом. Если надо, вот Марина Петровна скомпрометирует. Цитаты великых людей. Вот. Да, ещё тёмная есть самость. Да, но вот то, о чём сейчас Оля рассказывала в своём примере, достаточно ярко. Ведь это про работу эго. Эго, которое совершенно захваченное своим всемогуществом в том числе, потому что самость, она про другое. Это уже во второй части примера Оли было. Да, про самость. Самость – это архетип, архетип целостности, который нам очень сложно, на самом деле, как-то вот объять и постичь. Но это то божественное, как Юнг писал, это то божественное, что присутствует в нас. И это не то, как мы себя видим и представляем. Скажем так. До определённого времени точно нет. Да. То есть вот условно первой половине жизни нет. Да, вот первая половина жизни, она всё-таки больше про эго. А наша задача как раз-таки с этим познакомиться и начать себя представлять более-менее похожим на то, что мы действительно есть. Но самость, она незримо нас на самом деле ведёт. Она нас реализовывает, она нас самоосуществляет согласно своему порядку. Она находит способ к самоосуществлению, да. То есть это не то, что вы, если к аналитическому психологу не ходите, то вы, значит, это всё. Всё, расходимся, ничего не получится. Нет, 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 есть разные способы. Мы просто, ну, просто можно быстрее, проще и меньшей ценой, условно говоря. Ну и вот под завершение, если достичь самости, это счастье? Совсем не обязательно. Извините. А вы точно психологи? Да я сейчас сама уже начинаю сомневаться в конце этого выпуска. Ну, я, может быть, сейчас тоже сюда ещё и добавлю огня. Во-первых, что есть счастье для каждого из нас? Это очень такая штука субъективная. Ну, что такое счастье? Вот я не могу ответить вопрос, что такое счастье для вас, Игорь. Я не всегда могу ответить на вопрос, что такое счастье для меня, Марина Петровна. Да, что для других как бы тем более. Поэтому сказать о том, что достичь самости – это счастье, это звучит как достичь просветления или ещё чего-то. Ну, для меня, по крайней мере. Просветление вроде неплохо. Просветление звучит получше, чем... Да-да-да. Вот. Но когда мы говорим про самость, мы не говорим, что мы её достигаем. Мы говорим о том, что мы себя самоосуществляем. То есть самость – это то, что позволяет нам свою природу, свою божественную искру, если хотите, в таких метафорах. Талант. Свой талант, своё внутреннее, да, вот свою красоту внутреннюю. Аутентичность. Свою аутентичность. Такую глубокую. Да, мы это осуществляем. Вот своё вот это очень индивидуальное, то, что есть внутри нас, и то, чем нас наделил Господь Бог, Вселенная и... Природа. Природа. Природа, да, кстати. Это то, что самоосуществляется через самость. Счастье это или нет, я не знаю. Для каждого оно своё. Но я всегда вспоминаю про то, что когда мы с этим соприкасаемся, у нас есть вот это переживание, на том стою и не могу иначе. Я не могу не быть в этом. Это что-то очень значимое и неотъемлемое для меня. И то есть экзистенциальный кризис будет длиться, пока не найдёшь самость? Ну, пока ты с ней не познакомишься и не встретишься? Ну, строго говоря, да. Строго говоря, да. Смысл в этом. Смысл в этом. Друзья, мне кажется... Ну, не надо грустить. Да, да. Всем, кто послушал этот подкаст, подписку на антидепрессанты. Да, как жить после этого. Нет, на самом деле у всех всё получится, всё будет хорошо. Рано или поздно. Да, но и ещё контакты с самостью у нас на самом деле происходят достаточно регулярно. Мы просто не всегда это можем заметить и увидеть. Ты проснулся, помятый, вот и самость. Помятая самость. Есть тёмная самость. А есть помятая самость. А потом резко себя начал видеть Филиппом Киркоровым или каким-нибудь принцем Гарри, и такой, это уже эго. Нет, это уже... Персона. Всё, друзья. Нет, если ты начал себя видеть Филиппом Киркоровым, подождите, это же палату к Бонапарту, да. Ничего. Это психоза. Так, друзья, если вдруг вы на этом моменте тоже сбились, как я, переслушиваете заново, потому что здесь нужно подразобраться, и, возможно, даже придётся почертить на листке бумаги какие-то схемки. Да, с нами так. Может быть, расскажете, где вас слушать и читать уже, так мы заканчиваем. Слушайте нас в нашем подкасте на психологическом. Там, а где читать, там в описании есть всё, все контакты есть наших запрещённых и разрешённых соцсетей. У вас не будем их тут... Мне кажется, невозможно. Ник в этой соцсети, ник в этой соцсети. По буквам, да, когда S как доллар. Да, диктую. Источкой. Да, подкаст на психологическом есть везде. Пишите в поисковую строку. И слушайте, дети мои. Делитесь вашими комментариями. Пишите нам нежные письма. Ну, а если вам понравился этот выпуск, то вы также можете оставить свои комментарии, поставить звёздочки, лайки. Отжать их всегда успеете. Мы рады любым коллективным комментариям. И делитесь, делитесь в соцсетях. Да, потому что так мы распространяем дальше нашу адекватность и неадекватность тоже. Вот какая миссия хорошая. Интеграция. Я сейчас подумала, простите, пожалуйста, о том, такой ППС. Не прозвучало слово интеграция. Оно сейчас прозвучало в самом конце. Про то, что основная же идея – это интеграция всех субличностей. Именно интеграция. Увидеть, обнаружить, провзаимодействовать. Сказать, да, и это вам не есть. Оно работает вот так. Дальше мы это можем развивать. И вот, в общем-то, основная идея аналитическая... Мы никого не прогоняем. Да, основная идея аналитической психологии – это, конечно, интеграция всех частей себя. И тогда, собственно, самость-то и засияет. Пришел, увидел и принял. Да. Пришел, увидел, интегрировал. Да, 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 пришел, увидел, интегрировал. Марина Пономарева, Ольга Макарова, аналитические психологи, авторы и ведущие подкаста на психологическом были у меня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Было очень здорово быть в гостях у вас. Ой, кайф. Ну, а с вами был душнозначник Игорь Кун, и это подкаст «Накопились токсины». Услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!